Приветствую вас! Совершенно очевидно, что мои коллеги вам сказали всё правильно. Ну, в том смысле, да, что по поводу материнской позиции, вот, по поводу того, что вы, возможно, давите на него слишком сильно, вот, и так далее. То есть, здесь, конечно, нужно смотреть условия, здесь, конечно, нужно разбирать всё, что происходит между вами. Вот. Сейчас, по крайней мере. Но мне кажется, что одна из основных трудностей, это то, что вы поменялись. Вот. То есть вы стали другими людьми. Вы оба стали другими людьми. Вы оба изменились, стали взрослее, стали, может быть, умнее, стали более зрелыми. И если мужу вашему это не нравится, да, то есть он в какой-то момент, вот, понял, что слишком много на себя взвалил, что вас всё устраивает. То есть вас устраивает такая позиция, да, что вы всегда готовы прийти на помощь своему мужу, всегда готовы ему помочь. Вот. А в принципе, в принципе, в принципе, в принципе, это неплохо, что вы готовы мужу помочь. Но, когда человек чувствует постоянно, скажем так, ну, с вашей стороны активность, вот, что у него просто нет возможности проявить себя как мужчину. И он начинает, эээм, своей позиции сдавать. И, ибо, грубо говоря, нет мотива. То есть, если у мужчины нет мотива, нет мотивации что-либо делать, то он, соответственно, делать, скорее всего, не будет ничего. Таков уж мужчина, и здесь нужно только принять такую его позицию, да, принять такую его, такую его, такое его восприятие, да, и всё, больше у вас, как бы, выбора нет. Дальше, значит, смотрите, давайте теперь по существу. Вы пишите бреке семь лет вместе четырнадцать лет, ему тридцать два, мне тридцать. Смотрите, мне, вам тридцать, да, тридцать минус четырнадцать. Получается, что вы с ним шестнадцати лет. Срок довольно большой. То есть, это, вот, однозначно, все наши, видно, да, что срок, срок большой. Очень большой срок, и за это время много чего могло измениться, много чего могло поменяться и у вас, и у вашего мужа. Ну вот. Понимаете? То есть, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Ну вот вы еще не думали об этом, почему быт вас видает, какие у этого есть причины и основания, вот, ну скорее всего, скорее всего, вы как-то вот не так организовали свою жизнь, не так организовали свой быт и распределение обязанности, потому что от быта нужно получать удовольствие, вот. Если от быта удовольствия вы не получаете, то вполне возможно, что вы живете в будущем, вот, и мужчина ваш стремится постоянно к каким-то высотам, да, вот. При этом он игнорирует, а, возможно, игнорирует то, что у него есть сейчас, на данный момент, вот. Сейчас это тоже такие достаточно серьезные, серьезные моменты. Дальше. Идем. Так. Было все в жизни хорошее и плохое. Конечно, быть нас стоит сочетать, но мы стараемся не виноват или заболеваем жизнь подсветными друзьями, общими интересами. А знаете, вот в... как вам сказать, в семейной психологии, да, вот именно в семейной психологии, существует такое понятие, как роль. Ну, вообще, роли, вот они везде есть, но в семье это, наверное, наиболее важно проявлять в семье. Смотрите, вот вы говорите «мы», да, вам уже указали на то, что «мы» это не есть хорошо, что вот вы употребляете везде это слово «мы», вот, смотрите. Как часто ваш мужчина, как часто ваш мужчина, значит, является самим собой, бывает ли он один без вас, условно говоря, или он уже давно не бывает один без вас, условно говоря. Как часто человек чувствует себя принадлежащим только себе. Ну, понимаете? Такая история. Вот это очень важный момент, потому что ваше «мы», да, оно, в принципе, не всегда плохо, но оно плохо тогда, когда люди начинают жить только в одной роли. Вот это мне показалось именно то, что происходит с вашим мужчиной, с вашим мужем. Он живет только одной ролью. Это роль его, да, это роль вот это «вы». Вот это вот, ну, «вы» для него это, по сути, единственная роль. Ну, соответственно, я не думаю, что это хорошо для вас, потому что если вас все устраивает, это не значит, что устраивает вашего мужа. Вот. И ему, возможно, требуется все-таки отдых, ему, возможно, требуется все-таки именно возможность побыть вне с собой. Вот. То есть, вроде бы, вроде бы вы на него не давите, вроде бы вы от него ничего не требуете, но в то же время вас слишком много. Вот это, мне кажется, основная проблема. Ну, вот именно на текущий момент это основная проблема. Вот. Я могу ошибаться, ну, конечно, но мне кажется, что так. Дальше. Так, «в последнее время мы чуть не стал говорить, что отработал». Ну, «в последнее время» это какое время? «В последнее время» это какое время? «Конкретно». «Что это за время?» «Что-то случилось?» «Может быть». «Что-то произошло с ним» что он вот так себя начал вести, что-то изменилось в вас, в нём, не знаю, что значит в последнее время в рену. Хорошо. Значит, если человек устал, то спросить его нужно так. Так. Чего ты хочешь? Чего ты хочешь, чтобы ты хотел хотел? Что тебе нужно? Чем ты нуждаешь? Ну, например, вот на, допустим, данный момент. Пусть расскажет, в чём он нуждается. Пусть скажет, чего ему не хватает. Как вариант, подобное проявление пойдёт вам на пользу. Ну, в любом случае он хуже не сделает. Это точно. Дальше. Значит, всё время растёт и стремится к карьерным ростам. Ну, у вашего мужа тоже в этом смысле проблема, потому что он не получает удовольствие от того, что делает. Он, как я понял, он стремится именно к результату. Результат. Результат даётся тем, кто получает удовольствие от процесса. Если удовольствие от процесса не получать. Вот. Что может быть, может быть, могут быть, точнее, проблемы. Вот. Поэтому, тут тоже нужно, вот, как следует поразмыслить. Да? Да? К чему стремится ваш мужчина? Вот. К тому ли он стремится? Что нужно действительно ему? Что делает его счастливым? Вот. Может быть, пришло время пересмотреть его позицию, пришло время пересмотреть его какие-то взгляды. Пришло время пересмотреть свои приоритеты, свои ценности. Да? Вот. Очень здорово, если он это сделает. Причём сделает сам. Вот. Ибо логично, логично, что если человек устает от работы, например, устает от работы военным, то, наверное, пора что-то менять. Если человек ничего не меняет в своей жизни, то, возможно, ему это чем-то выгодно. Возможно, эта история для него чем-то полезна. Вот. Но, так или иначе, мужчина явно находится в кризис. Это может быть кризис через 30 лет. Да? И так далее. Вот. Идеальным вариантом, конечно, будет направить его к психологу. Вот. Идеальным вариантом, чтобы с ним поработал именно психолог. Вот. Вот. Но не совсем понятно, захочет ли он этого, будет ли он работать с психологом или нет. Поэтому тут, я понимаю, тут не всё так. Однозначно. Вот. Вот. Но, тем не менее, тем не менее, мужчину вытаскивать сами, как сказал мой коллега, да, не должны, как сказали мои коллеги. Это ещё больше его направить туда, вглубь усталости и вглубь негатива. Вот. Обратите внимание, что такая усталость, какую вы описываете, это апатия. Апатия возникает тогда, когда на человека слишком много всего. То есть, когда на человека слишком много ожиданий накладывается. Вот. Тут, конечно, мощно и нужно вам уже посмотреть, а не много ли вы требуете от твоего мужа. То есть, я помню, что вы всё делаете по дому сами, да, но здесь, опять же, актуально то, что рассказал мой коллега. По поводу, значит, родительской позиции. Вашей. Вот. То есть, если вы действительно ведёте себя с ним как мама и постоянно предлагаете ему помощь, заботу, там, поддержку и так далее, да, то мужчина перестаёт с вами чувствовать себя мужчиной. Вот. Он чувствует себя с вами просто каким-то вот таким, ну, может быть, даже неполноценным. Потому что у вас энергии много, а у него энергии чуть-чуть, ну, у него энергии не хватает. Вот. И, может быть, он чувствует себя из-за этого негативно. Но тут, в любом случае, нужно посмотреть, чтобы не наворотить, не наворотить, как бы, ну, дров, да. Вот. Потому что, ну, мне бы не хотелось сразу сделать таких выводов, да, от далеко идущих. Но, тем не менее. Тем не менее. Вот. Спросите у своего мужа просто в качестве эксперимента, что он чувствует, вот какие у него чувства бывают. Бывают. Запишите сперва, сперва запишите то, что вы думаете по его чувствам. А потом, потом, после этого, спросите у него, что чувствует он. Я думаю, что вы увидите разницу, увидите разницу между тем, что вы думали, ну, вот, про него, и тем, что есть на самом деле. Вот. Разница будет колоссальная. Мне так видится, по крайней мере, по крайней мере. Вот. Что-то. Что-то между вами нет. Нет между вами такого вот взаимопонимания, какое нужно для людей, которые, ну, живут вместе, да, и у которых есть что-то общее. Дальше. Так. Интим. То засыпает, то не получается, то ссылается на устал. Ну, понятно, что тут, тут вот не ясно, что является первопричиной, да. То есть, может быть, первопричина, это, всё-таки, первопричина, может быть, всё-таки его усталость, но, может быть, и охлаждение ваших отношений, может быть, его несамостоятельная роль в отношениях. Так. То есть, сейчас сказать, что именно там не представляется возможным. Вот. Но, тем не менее, однозначно, что вам лучше от него отдалиться. Вот. Чем больше вы от него отдалитесь, тем лучше будет для вас. Полезнее, скажем так. Вот. И не приставать к нему. Но с другой стороны... С другой стороны... Здесь важно не входиться в другую крайность, не перестать требовать от человека того, в чем вы нуждаетесь, и того, на что вы имеете полное право. Это тоже очень важный момент. Ибо, опять же, мы не знаем всей истории, но, может быть, человек именно потому и отдалился от вас, что вы ничего не требуете, что вы вообще ничего не требуете от него. Вот. А это все-таки граничит с равнодушием в глазах мужчин. Да? То есть понятно, что это не так. Понятно, что вы неравнодушны, я понимаю, но тем не менее. Дальше, ему помогать ничем не надо, расслаблять его тоже не надо, спрашивать его тоже не надо. Вот. Потому что это все-таки личное дело человека, и, может быть, он сейчас отдыхает. То есть человеку нужно иногда прогрессировать. Вот. То есть, опять же, тонкость вся в том, что вы ничего не пишете по поводу времени. То есть, сколько времени это длится. Вот. А это было бы очень важным моментом, если бы вы написали, сколько времени это длится. То есть, если это длится там, скажем, неделю или две, да, то волноваться не о чем вам. А если это длится больше, дольше по времени, то, конечно, стоит заволноваться. Направить мужчину, опять же, к психологу. Да? То есть, именно мужчину к психологу направить нужно. И так далее. Чтобы он что-то делал. Чтобы не только вы делали, чтобы не только вы бегали вокруг него, да, но чтобы и он сам тоже что-то предпринимал. Вот. А пока у него нет, у него нет пока такой мотивации. Вот. У него нет мотивации что-либо делать. Дальше. Ведь раньше мы тоже работали, и так все вяло не было. Но такой у человека имеет свойство вырабатываться ресурс. Это нормально. Что у него может вырабатываться ресурс, и у него мог сейчас этот самый ресурс выработаться. И все, и это... Это не отношает, конечно, прямо к конец. Но, как минимум, это говорит о том, что человек на себя слишком много берет. Почему он на себя слишком много берет, это вопрос интересный. Вот. Делает он это из-за вас, или делает он это по какой-то другой причине. Вот. Но факт, это факт факт, что есть как бы вот такие флотности. Еще раз, да, чтобы вы понимали. Если вы, если вы хорошо справляетесь с работой, это не значит, что мужчина должен так же хорошо с ней справляться. Вот. Ресурсы указываются по своей. И если раньше что-то получалось, да, ну, что-то получалось, что-то было, это не значит, что так будет всегда. Понимаете? То есть тот факт, тот факт, что вы говорите про, вот, всегда, да, тот факт, что вы говорите про всегда. Но я расцениваю, как с одной стороны некую эмоциональную, эээ, духовную незрелость, личностную незрелость. Почему? Да, я, я поясню, почему я так, эээ, рассматриваю. Потому что, эээ, жизнь человека, это перемены. И то, что есть сейчас, единственно, важно. А то, что было тогда, то, что было тогда, уже не важно. Потому что это было тогда. Сейчас этого нет. Уже. Понимаете? Вот. Поэтому, чем меньше вы будете смотреть назад, и чем меньше вы будете сравнивать, эээ, то, что есть сейчас с тем, что было тогда, тем лучше будет для вас. Вот и всё. И, когда вы сравниваете с тем, что было раньше, вот, вы своего мужа, тем самым, эээ, еще больше стыдите, и еще больше не ввергаете в ту пропасть, в которую он может, ну, около которой он может сейчас оказаться. Оказался. Понимаете? Вот. Поэтому вы определите сами, чего вы хотите. Вот. Что вы делаете? Какие у вас роли? Что вы делаете для себя? Делаете ли вы что-то для себя? Да. У меня тоже впечатление, что вы для себя ничего не делаете, вот, вы просто такой очень семейный человек. Вот. Вы для себя ничего не делаете, и муж тоже вынуден ничего для себя не делать. Вот. А это на самом деле не так. Эээ, если хотите ему помочь, вот, то нажмите больше внимания уделять себе. Да? Лучше, больше внимания уделять себе. Эээ, что-то делать в одиночестве. Что-то делать в одиночестве. Что-то делать в одиночестве. Без мужа. Оставляйте мужа самого в одиночестве. Да? То есть уходите на встречу с друзьями. Там, например, одна, а без него. И так далее. Скажите ему, ты устал? Отдохни. Я пойду, там, проведу время с друзьями. Пусть он побудет наедине с собой. Наедине с собой нужно быть возможно, он не бывает наедине с собой вообще. Потому и устал. Вот. Что здесь? Эээ, в первую очередь я бы выделил, вот, ну, к... Потому что указали уже мои коллеги, я бы выделил именно аспект ваших потребностей. Вот. То есть чего хотите лично вы. Вот. Что нужно лично вам во всей этой ситуации. Ну, вот. И, соответственно, я от этого отталкиваюсь. Да? То есть одно дело, если вам не хватает интима, да? Ну, то есть тут... Опять же вопрос, если какое значение для вас, то он имеет. И другое дело, как вы реализуете свои остальные желания, потребности, тоже. Ну, вот. Но основное, вот, для налаживания отношений с мужем, это вопрос, что ты чувствуешь? Вот. Просто вопрос. Расскажи мне о своих чувствах. И... Или напиши мне свои чувства. Лучше значит так. Кхм. 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 посмотреть у Виржинии Сатир в её книге «Ваша семья», например, она есть в интернете. На этом всё, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь, а если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, а я желаю вам всего самого доброго и удачи!